Эта новость привела к падению акций банков не только в самой Америке, но также в Азии и Европе. Инвесторы опасаются, что крупнейшие за последние 15 лет банкротства американских банков могут привести к эффекту домино. Американский Silicon Valley Bank, или СВБ, который специализировался на кредитовании и обслуживании технологических компаний и стартапов, рухнул в минувшую пятницу. Этот банк не входит в число крупнейших финансовых учреждений Америки, однако это самая масштабная проблема в американском банковском секторе 2008 года, когда разразился мировой экономический кризис. 12 марта американский госрегулятор закрыл еще один банк – Нью-Йоркский Signature Bank. Как передает агентство Reuters, почти четверть депозитов Signature Bank приходилось на криптовалюту. Однако у клиентов обоих банков не должно возникнуть трудности с доступом к своим вкладам. Он сохранится в полном объеме. Это обычный бизнес-цикл. Это не то, чего никогда не было в прошлом. Вспомним скандалы со сбережениями и кредитами. В этом нет ничего нового. Мы находимся в рецессии. Хотят люди говорить об этом или нет, мы находимся в рецессии. Мы уже были в ней. Это часть бизнес-жизни. Правительство США настаивает на том, что финансовый сектор страны устойчив к повторению банковского кризиса 2008 года не будет. В Евросоюзе заявили, что следят за ситуацией, но не ожидают, что банкротство американских банков вызовут долгосрочные проблемы в Европе. Ситуация здесь в Европе очень отличается от американской. И наши банки, благодаря всем изменениям, которые были введены в последние годы, имеют очень высокий уровень ликвидности. И, исходя из оценки наших учреждений, наш анализ показывает, что между нашей банковской системой и банком СВБ нет прямой зависимости. Профессор экономики Бондского университета Морис Шуларик отмечает, такие кризисы сложно прогнозировать. Однако, по его мнению, миру нужно сохранять финансовую бдительность. А проблемы, которые привели к краху двух американских банков, весьма просты, отмечает экономист. Процентные ставки за последний год довольно существенно повысились. А два этих финансовых учреждений инвестировали в бонды и продукты с долгосрочными процентными ставками, которые значительно потеряли в цене. Год назад они покупали их под процентную ставку, может быть, 1-2%, а сейчас она составляет 5-6%. Это означает, что цена существенно снизилась. Если им приходится продавать эти активы, банки понесут большие убытки. В понедельник немецкое федеральное ведомство по финансовому надзору ввело мораторий на деятельность филиала СВБ в Германии. При этом в немецком регуляторе подчеркнули, что у СВБ в Германии нет какого-то системного значения. Продолжение следует... Продолжение следует...